Привет! Всех приветствую на моём канале Марафон Здоровье и Разговорный Марафон. Выхожу на свою ходьбу каждый день и поэтому называю её марафоном. Сегодня 407 день. Слушайте. Да. Начинаю забывать, какой день. Нет, ещё всё нормально. Как я сегодня такое услышала, если мы осознаём, что мы забываем, значит, это всё ещё всё нормально. Вот когда мы не будем осознавать, что мы забываем, вот тогда это уже проблема. Тогда нужно идти к врачу. Да. Ух, как хорошо ходить. Да. Не буду уговаривать никого начинать ходить. Просто расскажу свои впечатления, да? Впечатления. Нет, не о впечатлениях. Расскажу, какие у меня знакомые здесь есть. А вернее, какого возраста. А здесь у меня есть одна знакомая, и она, оказывается, тоже белорусская. Ну, слушайте, когда я услышала, в каком году она уехала из Белоруссии, мне стало дурно. Не, не дурно, но просто очень интересно. Ну, очень интересно. Она сказала, что она уехала из Белоруссии в 38-м году. Вы понимаете, когда это было? И она все равно... Оказывается, ей там было пару лет только. Или, может быть, даже меньше. И она себя считает белорусской. Это интересный факт. Интересный. Но самое интересное не то. Самое интересное то, что она ходит. И ходит таким же темпом, как и я. Но только на скандинавских палках. Супер, да? Да. Еще одна знакомая есть. 84 года. Что говорить? Не знаю. Что говорить? 84 года. Я тоже не знала, сколько... Какого она возраста. Вот. Когда больше, больше пообщались. 84 года. И что? Они здесь не сидят на скамеечках. Они не сидят на скамеечках. Они ходят. И однажды я пообещала привезти, привезти, принести. Вместе я заказала какую-то травку. даже не травку. Даже не травку. Сейчас скажу, что ягоды бузины заказала через интернет и заодно и им заказала. То я звоню, говорю, что я вам принесла ягоды. Ну, в лесу уже здесь звоню. Они говорят, мы находимся там-то, там-то. Будем через 10 минут. И я так думаю, слушайте, они находятся очень далеко отсюда. Ну, в общем, с другой стороны леса. И говорят, что через 10 минут... И я так сама себе думаю, придется ждать. Долго. Не поверите. Они быстрее, чем за 10 минут пришли. 84 года они здесь летают. Не то, что ходят. Летают. Ну, вот. Так что вот такой вот факт интересный. Да. И с такими людьми интересно. Да. В возрасте. А не чувствуется возраст. Интересные люди. Вот так. Не хотите выходить на ходьбу за здоровьем, да? Выходите просто за интересными людьми, за общением. Потому что нам катастрофически не хватает общения. интернет-общение это не то. Это сплошные картинки. И хвастаемся перед друг другом, что приготовили, да? Да. Выходите на ходьбу. Выходите на ходьбу, вам понравится. А еще одно. Один. Это не друг уже. Тоже как-то друзья, да? А это просто знаю. И когда прохожу, здороваюсь человека. Сто один год. Он с палочкой ходит. Но палочка, это чисто так для понта. Да? Ходит тоже быстро. И что еще могу добавить? Мне очень жалко, что я раньше не ходила. Очень жалко. Вот. Такие похождения. Если кого-то еще не увлекла ходьбой, очень жаль. А я пойду дальше. Вернее, пройдусь еще. Потому что на выходе тоже много людей. Хотя сегодня не выходной день. Поговорю о чем-нибудь в своем разговорном марафоне. О чем? Чуть-чуть. Потому что пора уже домой. Не знаю, о чем поговорить. Слушайте. То этих мыслей прям море. А сегодня не о чем поговорить. А почему так? Потому что сегодня природа спокойная. И вот сейчас есть чуть-чуть ветерок. Чуть-чуть. А я ходила. Ну так тихо было. Просто как сказать? даже опасно тихо. Ну вообще ни дуновения, ни шороха нигде не было. и в такие моменты просто-напросто, знаете, начинаешь слышать, как в голове шумит. Да. Как работает мозг шумит. Серьезно? Так тихо, что слышно, как работает мозг. Вот. я тут не одна хожу такими тропинками. Да. Так что мысли успокоились. тем для разговора нет. Ладно. Я уже как бы подняла такую тему лечу герпес. Называла два предыдущих видео чем я лечу. Повторяться не буду. потому что еще будут темы, еще будет повторение. А сегодня просто хочу напомнить такой интересный момент. Еще есть такой интересный папилломы, знаете? Папилломы. А вы знаете тоже, что это тоже вирус? И мне так интересно тоже, когда общались с подружками, ну только не в лесу, а с другими. Ну подружки тоже моложе меня, и им еще до сорока лет. А у них как бы папилломки эти. Даже на шее так вот появляются. Они не огромные, но появляются. И что же им врачи на их сказали? Это возрастное. Вы представляете? Врачи. это возрастное. Слушайте, до сорока лет, лет, я не знаю сколько, тридцать шесть ей лет, ну такие знакомые соседи. Там уже чисто точно возраст не знаешь. Ну я так тридцать шесть, тридцать восемь лет, сорок ей даже еще не было. и ей сказал терапевт, тоже ей мог сказать, это возрастное. Ужас. Это папилломы, это папилломовирус, да, это вирус. И как и герпес, советую вам папилломовирус тоже лечить. И самое первое, самое первое лечение, мы там, как говорится, подберем вам лечение, да? Нет, не вам себе я подберу. Вот. Самое первое, это тоже, что я уже говорила, распрощайтесь с паразитами в организме. Да. глистами и тому подобное. Аскоридами. Какие названия. Аскориды. Ужас. Ужас, да? Так вот. Начинаем лечить заодно. Лечим герпес и лечим заодно папилломы. Папилломы, да? А их нужно лечить снутри. И самое первое, очищение организма. Да. Чем дальше будем лечить, я точно буду вам подсказывать. А вы будете смотреть на меня и повторять то, что я делаю, или не повторять. Ну, папилломы. Ну, есть, да, вот как-то так вот, так вот. Они небольшие, но это чувствуется, что вот уже будут папилломы. Представляете, какой жах. А как же декольте носить? Декольте открывать. И это очень будет правильно. Прогонять любую-любую болячку из организма. а не слушать наших докторов, которые говорят, это старческое. Старческое. До сорока лет старческое. Вот они достали. так. Чем глистов вгонять? Я уже говорила вам вчера. Золототысячник. Делайте настойку из золототысячника. И полынь тоже полезно попить. Полынь полезна и для пищеварения, и от головных болей, и от глистов. Как заварить? И какое чудесное солнышко. Но я себя не вижу. Как заварить полынь? Разная болезнь заваривается по-разному. Но чисто так профилактически я вам подскажу. Пол чайной ложки. Пол чайной ложки. Это немного полыни. Залить стаканом кипятка. поставить в микроволновку еще на две минуты, чтобы оно так как бы подкипело. И надо прикрыть крышечкой какой-то. Настоять, пока остынет, процедить и поставить в холодильник. Пить по пол чайной ложки. Она будет горькая. По пол чайной ложки перед едой. Конечно, можно немножко ошибиться, если взять полынь такая, там будут одни веточки какие-нибудь, то пол чайной ложки. А если это трава и цветочки, пол чайной ложки будет достаточно на 200 грамм воды. Не полный стакан. да. А я пойду домой. Не очень хочется. Видите, какой спокойный день. Если были здесь листочки, я бы показала, что они не шевелятся. Не шевелятся листочки, видите? Лес не шевелится, тучи не шевелятся. надо, чтобы и у нас мысли такие были спокойные. Какую захотел мысль, такую и взял из головы, да? А не то, что они у нас бурлят и бурлят. Так ладно, это другие темы. А то у меня сейчас начнутся. Да, не остановить меня будет. Это у меня так получается, потому что я не хочу выходить из леса. И у меня тут начинает что-то еще. вспоминаться, да? До завтра. Пока-пока.